Одним из моих учителей и наверное главным моим учителем в трейдинге был Александр Герчик, известный трейдер с большим опытом торговли на американской фондовой бирже, легенда Wall Street и соответственно мы с ним общались как ученик с учителем, но также на каком-то этапе это стало дружеское общение. Он в Киев приезжал, мы всегда встречались, общались и на каком-то таком общении я предложил ему создать совместную брокерскую компанию, особенно в то время на русскоязычном пространстве было много скам компаний и так далее, то есть я понимал ту боль и тот запрос от трейдеров, который был. У Александра Герчика была хорошая репутация, но собственно говоря и сейчас это репутация человека, которому точно можно доверять, который под свое имя будет делать только очень качественный продукт. Я знал как этот качественный продукт сделать и собственно говоря с этого началась брокерская компания Gerchik & Co. Исходя из своего опыта, как это сделать так, чтобы трейдерам было удобно, комфортно и чтобы они были уверены в том, что их финансы в надежных руках. Позволь я немного вернусь назад и задам тебе вопрос, все-таки для большинства людей торговли на том же Форексе опыт плачевный был, они на этом теряли деньги и то, что у тебя получилось. То есть люди, которые смотрят, возможно, такие, ой, я тоже начну с этого и возможно на этом заработаю первые деньги. Твой успех это скорее исключение, по твоему мнению, или действительно можно и как к этому надо подойти для того, чтобы повторить твой успех? Ну, время изменилось, наверное, только в том, что информация стала намного более доступная. Тем не менее, конечно, и тогда, и сто лет назад, и сейчас, и, наверное, через сто лет вперед зарабатывать в этом непростом бизнесе будут единицы. Не сложно научиться заниматься трейдингом, не сложно научиться читать графики, читать финансовую отчетность компаний или экономическую статистику стран. Сложно в момент, когда у тебя, условно говоря, череда прибыльных сделок, напомнить себе, что ты не бог финансов, ты просто обычный смертный, который просто сделал череду прибыльных сделок, после которых будет череда убыточных. Точно так же очень важно уметь остановиться после череды убыточных сделок. Например, условно говоря, у тебя риск профайл прописан, что после трех убыточных сделок ты закрываешь терминал и идешь заниматься другими абсолютно делами. И не отыгрываешься, потому что ты уже неадекватно воспринимаешь ситуацию. Ты понимаешь, что, условно говоря, у тебя сейчас потеря по депозиту, 6%, например, от депозита. Ты понимаешь, что вот как мне это вернуть и так далее. Начинаются вот эти деструктивные мысли, которые очень сильно мешают дальнейшему принятию решений. Поэтому очень важно себя останавливать, когда это нужно. Трейдинг — это вот тот такой очень классный тренажер, который, даже если не принесет тебе денег, он точно тебя подготовит к управлению бизнесом, к анализу различных жизненных ситуаций. Классный инструмент для того, чтобы прокачать себя именно как человека, который умеет эффективно справляться со своими эмоциями. Что касается заработка денег, действительно там зарабатывают деньги в трейдинге 5-10%. Но с другой стороны, много ли мы знаем врачей, которые делают миллионы, учителей, которые делают миллионы, предпринимателей, которые делают миллионы. Начинают многие, доходят до результата, большого красивого результата, единицы. Но тем не менее это возможности. То есть если ты будешь именно этим одним из десяти, кто сумеет себя дисциплинировать, кто сумеет управлять своими эмоциями, управлять своими финансами, управлять своими сделками, то классно, это большие, это огромные возможности для дальнейшего развития. Стоит ли начинать, если есть такой запрос? Точно стоит, но очень аккуратно. Условно говоря, опыт в торговле, обычной торговле, обычными товарами и так далее, научил меня тому, что любая продажа – это 9 отказов. Трейдинг научил меня тому, что для того, чтобы у тебя была возможность на, условно говоря, пятую попытку, 4 попытки должны быть с ограниченным риском на сделку. В общем, все крутится вокруг того, что да, пробовать надо, да, ошибаться надо, да, терять надо. Без этого ты не придешь к тому, что действительно там даст тебе классный результат, успех. Это суперполезно для всех тех людей, которые думают начинать или начинать. Очень полезно. Давай немного резюмирую. Герчик эндко – это по факту твой флагманский проект, который тебя создал таким, какой ты есть предпринимательным. Правильно я понимаю? В какой-то мере, да. То есть это классная большая компания, в которой работает более 100 человек. Это компания, которая действительно, ну, я горжусь тем результатом, который мы сделали с Александром Михайловичем. И как бы у нас большие планы на будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова